всем привет решила сегодня повзвешивать беленьких им там будет три месяца и три месяца и две недели две разные линии вот посмотрим проконтролируем смотрите какая альбица еще красивая у нас и виноград еще красивый но уже собирается облетать очень быстро как-то осень прибегает к нам вот смотрите павловня уже стоит такая полулысая да уже облетают листья у нее в общем то сегодня то выпуск не для ботаников как часто бывает для утководов пойдемте взвешивать ну вот они все пришлось собрать их всех в одну кучу согнать это девушки год этой девушки тоже уже не этого года надо и где-то еще 3 урвийская девушка а вот она вторая стоит вот раз два три они вместе это не молодые уже девчата для них нужно выбрать для них и для еще молодых два жениха и жениха на продажу и невест тоже посмотрим что есть есть конечно один такой ходит который залезает он какой-то сильно лохматый кудрявый даже тоже вы выйдете туда в другую сторону выходите другую наверно мы его берем вот смысла нет от него посмотрим что тут остальные так раз два парня ты да все больше чули нету что больше не вижу ну ладно взвешиваем там определим все хотела сказать вот это как бы француз большущий такой это вроде бы тоже а вот там немец первых он чуть поменьше и вот он такой прям отойди длинноногий лебедь все длинноногий кажется хотя он помладше да ну ладно сейчас поглядим что у нас будет парень которому три месяца три месяца и а две недели то я правильно сказала же ну что-то особо не изменился 4 200 ну ладно пошли назад так этот тоже того вывода три месяца и две недели 5 400 молодец но и не знаю вставлять его как на племя или нет посмотрим поехали обратно это которому три месяца но ведь у него еще не выросли крылья 3 400 молодой малыш уточка а тихо 3 месяца до 500 и третья сестричка вроде бы их три они не помню ну ты вообще печаль такая печаль так сейчас будет три другие сестры как бы французские три месяца две недели да 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 по колечку тихо лежи не бойся не бойся не бойся ну вот так вот подожди постой паровоз я по другому положим тихо 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 еще раз все понятно пойдем 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 вот такая вот крылья еще не отрастила до конца вот такая вот крылья еще не отрастила до конца это годовая утка тихо ты тихо ты лежи еще не отрастила ничего из перьев вот такая несется до сих пор так и наши арвийские дамы две будут как они у нас там поживает ну хорошо поживает тоже возраст ну где-то год наверное не знаю сколько ей вот как я их различаю может быть вы подумать все белые да но не у них у каждых вот есть на лапах по кольцу стяжки на левой ноге то есть я их хорошо различаю пойдем и вторая дама орвия вот такая давай пойдем и последний брак тот самый лохматый непонятный тихо успокойся будет ли он вообще нормальным не знаю крыло спускаешь перья торчат все стороны тихо да тихо ему три месяца вроде по весу еще может нагнать но вот что вот это такое я не знаю что у тебя такое оперение вот новые лезут а старые вот такие вот может быть он и будет ровненьким хорошеньким не знаю все иди давайте у этого лохмача посмотрим подробно перо в чем проблема вот смотрите вот перо да колодка свежая растет перо вот так вот хорошо видно и вот оно вот здесь что-то пересыхает пережимается или что и вот это потом у него отваливается тихо тихо лежи в общем он получается такой кудрявый потому что они торчат в разные стороны эти концы кот отойди не мешаешь вот тихо тихо давай посмотрим что вот еще есть вот лезет перо и оно как будто бы не растет а уже отсыхает вот такая вот ерунда в общем я поняла что эти поздние утята немножко не успели подрасти вот и это такое же перо вот оно висит еще еще не отвалилось вот здесь вот что-то тоже посмотрю вот и это перо такое в общем последняя уточка там почти два килограмма мы наверное ее забракуем и этого а из остальных будет у нас как-то так семья много женщин а одного мужчину только хорошего вот так будет то есть я забыла сказать про что эта тема про то что погодные условия такие что вот как-то вот они начинают то ли переодеваться то ли заново одеваться то есть раньше времени то ли что-то такое получается тихо 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 то ли пух у них торчит уже сразу то ли перья в общем получается такая вот фигня нехорошая все тихо тихо и тут у него еще вот они растут и тут же обламываются да то есть они не полноценно не могут расти нормально вот и тоже тут ну такая вот поздние утята короче говоря не надо поздних утят хотя это вроде июльские но что-то им не понравилось в августе и стало им холодно резко так прошло со взвешивания сегодня двадцать четвертое по моему октября да прошло сколько получается пять дней четыре дня прошло так как я была недовольна но я знаю что эти утята хорошие просто скорее всего им не хватило так скажем в общей массе еды плюс еще погода как-то на них повлияло видите вот это хорошее да хорошее вот вы можете посмотреть с такой же шапочкой такой редкой шапочкой тихо 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 я их отсадила на четыре дня отдельно на другую кормежку на просто рост и вот видите сколько два четыреста двадцать пять то есть она за четыре дня набрала триста грамм вот так что погода погода еда едой генетику не испортишь наверное это мой косяк что как-то ей наверное не хватало еды я не знаю хотя они ходят по полю лежат еда стоит никто ничего особо не торопится ее есть и вот видите у нее еще не отросли крылья в полной мере то есть у нее еще набор веса будет вот такая уточка хорошая все так что исправляемся все с тобой будет хорошо так и следующую двое сестричку принесем так и сестричка с черной шапочкой вот смотрите два семьсот двадцать в общем то это был мой косяк нужно их отсаживать отдельно девочек как только понятно что это девочки нужно отсаживать я то об этом знаю но я просто к концу сезона расслабилась вот так что девочки хорошие да зря мама на вас тут наворчала вот этому вот это немецкая линия ну видите по возрасту им еще совсем мало возраста но у них такая же тема с оперением то есть у них перья как-то вот высыхают выпадают некоторые но это все оперится красиво и вон они новые перья идут я думаю что оперение на генетику которая заложена в этих утятах изначально от их родителей но никак не может повлиять или там погода вот то что немножко кормежки не хватило ну это да вот как бы получается вот они сидели в камере в квартире утиной четыре дня без прогулки еда стояла та же самая просто ограничили прогулку оставили еду чтобы они наедине с ней сидели и вот уже сразу прибавили больше чем за это время они сидели на прогулке с остальными такие вот дела вот остальная братва видите гуляет кормушки стоят там они гуляют здесь и никуда не торопятся не набрать вес ничего то другое но так как я брала же их на племя утят то я думаю что свое они наберут вон пошел лепешка вот никуда они не похудеют там наберут к сезону размножения а если бы я брала на мясо это было бы конечно неправильная тема нужно было бы откармливать прям отдельно чтобы они сидели и кормились да вот так что будет у меня две семейки возможно все таки мальчик будет один на двоих а может быть два будет мальчика как вырастут мы подождем до весны до февраля взвесим и разберемся так что вот такие вот белые неожиданные товарищи да в основном у меня были всегда цветные они как бы вес набирают ровно постоянно как бы по чуть-чуть а эти вот если их оставить заперти с едой они будут сразу вот ну там может быть такой риск расклева хотя сейчас уже у них возраст не для расклева уже поздно вот тот кудрявый который лохматый вон он бежит впереди а за ним бежит этот самый огромный лепешка вот этот кудрявый ну видите он энергичный успокойся я тебя не буду обижать куда ты побежал все больше не хочет после взвешивания со мной дружить ну опериться посмотрим но все равно это претендент на вылет потому что у него организм в этот момент тратит очень много сил на оперение а не на набор веса потому что вот этот вот период на набор веса немножко упущен вот ну ничего страшного все будет хорошо да и самая маленькая из тех уточек которая меня в прошлый раз как говорится шокировала потому что вот с такой шапкой потому что в два месяца никто не весил меньше двух килограмм а тут вдруг какое-то кило девятьсот так ложись ну вот она набрала ну грубо говоря будем говорить про 150 грамм да примерно вот вот ее наверное придется отбраковать не знаю то есть им три месяца календарных но видите перо у них еще на два с половиной вот и вот они тоже вот эти ломанные перья у нее тоже присутствуют как у того лохматого вот они вот они видишь видите висят сейчас попробую поближе показать то есть то есть они как-то обламываются посередине отсыхают ну она оперится конечно но вот одна возможно будет все таки отправлена в брак я так думаю посмотрим вот еще перо давайте посмотрим вот видите оно не до конца развилось видите оно же не может маховое перо быть таким окончательным и уже выпадает хотя линька у них должна быть они должны обрасти сейчас были к трем месяцам должны были обрасти маховыми перьями полностью до попы в три месяца уточки точно а потом сменяться а в итоге у нее еще этих нет перьев вот или она наоборот сбросила раньше времени и теперь обрастает ну в общем какая-то такая вот непонятная ситуация которая нехорошо сказывается на весе но зная генетику этих уток то есть хозяйка хорошая давно занимается я знаю что все там хорошо в этом плане подобрано то ну наверное да питание погода сделали такие дела ну пока пусть поживет пока она оперится а там посмотрим все еще раз хочу уточнить что вот такое вот кудрявое перо случается у меня в прошлом году было такое на октябрьских утятах они жили в теплице и как-то вот закудрялись часть из них но часть выросли очень хорошими достойными и живут до сих пор в некоторых хозяйствах откуда у меня люди то забрали вот и вот такие вот кудрявые они просто очень много тратят своих ресурсов на то чтобы нормально опериться такие вот утяты поэтому плохо растут но если у них изначально заложена хорошая так скажем генетика то они и наберут свой вес положенный просто подольше а вот с пером проблемы ну скорее всего я вот считаю что это из-за перепадов температур не из-за того что холодно а из-за того что ночью плюс 3 днем плюс 30 вот что им делать они сидят на огороде днем им жарище ночью холодище у них начинается какая-то непонятная линка то ли я оперяюсь то ли я пух теряю непонятно в общем такие вот периоды случаются но вот в этом году у меня на белых получается на части сильно видно в прошлом году вот на последнем выводе в октябре так было видно но главное поменьше чтоб так попадало а так в принципе все хорошо и видите что у меня еще есть такое опять осеннее рисковое мероприятие сегодня 24 октября вот у меня осталось 3 лавандыша это когда уточка высидела 11 и ушла довольная осталось в гнезде 5 яиц все живые но на середине срока инкубации то есть какая-то другая уточка из этой семьи поднесла и они с радостью высиживали их заодно и своих вот и пришлось их в инкубаторе вот догреть получилось 3 утенка представляется на вид они конечно совсем маленькие но с пером все хорошо пока с пухом живут они в теплице никого я уже не грею им месяц был тусим где-то месяц и неделя они вот такие малыши думаю что ну килограммчик наверное есть вот ну оставляю пока время есть подрасти вот и последний идет селезень явно это две уточки наверное вот пускай растут сегодня они гуляют сегодня у нас 20 с чем-то градусов в общем я в футболочке красота осень у нас красивая розы цветут виноград очень красивый альбиция еще не облетела вот как только становится где-то минус первый сразу вот эти деревья южные павловни альбиция катальпа они прям облетают резко ну катальпа уже начала облетать видите и вот розы еще есть красавчики такие лепешка может мы тебя так и будем называть белая лепешка пройди туда иди 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 я тебя поснимаю всем спасибо за просмотр всем пока пока не знаю ну вот что он Субтитры сделал DimaTorzok